Всем привет-привет! Меня зовут Ромей, я изъятен инфраструктуры из команды видеоплатформы. Руковожу там разработкой iOS и Android видеоплееров и расскажу сегодня о видеотехнологиях. И пятиминутка индексового видеоплеера, который, собственно, мы разрабатываем, как источника опыта и знаний, о которых я сегодня буду делиться с вами и рассказывать. Это такая библиотека, которая устраивается в различные уголки Яндекса, мобильные приложения кинопоиска, умные девайсы, станции, модули, колонки, в музыке мы показываем видеоклипы и вообще, в любых уголках Яндекса не нужно показать видео, но видео показывается нашим SDK, нашим плеерам. Этот SDK довольно большой и в день показывает вот такое количество секунд видео. Это в сумме на Android и на iOS. Чтобы эту циферку осознать, это 1317 лет видео каждый день. Или, другими словами, более миллиона раз посмотреть все фильмы «Матрицы» подряд. В общем, опыта у нас складывается довольно много, буду злиться. И начну с такого риторического вопроса в аудиторию. А нужно ли вообще мобильному разработчику разобираться в видеотехнологиях? С одной стороны, у нас в Android есть прекрасный экзоплеер, де-факто индустриальный стандарт, который умеет распроизводить видео в множестве разных форматов, поддерживается и развивается с одной стороны большой корпорацией Google, с другой стороны это опенсорсная либо, и, соответственно, комьюнити тоже помогает развивать какие-то баги-чинги. С другой стороны, первое «но» — это требования Apple. И да, я понимаю, что большая часть аудитории Android разработка, я буду разговаривать про Android разработку, но на требованиях Apple сошлюсь в правилах ревью приложений. Они у Apple довольно строгие, и зачастую пункты бывают вполне осмысленные. Есть одно из таких требований. Если вы собираетесь показывать видео довольно длинное, и использовать мобильную сеть для этого, то вы обязаны использовать некие стриминговые протоколы. Ну и следующий аргумент — это просто бежурительное желание наше развивать наши продукты, делать их лучше и лучше и лучше. Каждый день делать специальный UI, который больше всего соответствует продукту и сценарию, которому мы показываем видео. Возникают различные требования со стороны, так скажем, бизнеса, продукта, например, поэкономить драфик, то есть видео продолжить показывать, но показывать его как бы дешевле. И кастомизировать плеера под какие-то сложные сценарии, например, под сценарий работы в видеолентах. На мой взгляд, этих аргументов необходимых достаточно, чтобы, собственно, окунулся в видеотехнологии. И расскажу я сегодня в двух частях. Сперва порвать теорию, что такое форматы, контейнеры, кодеки, зачем вообще кодеков несколько, что же такое те самые стриминговые протоколы, как устроены лайф-трансляции. И потом перейду к практике, посмотрим, чего умеет экзаплеер, в каких направлениях мы можем покастомизировать работу с ним, его работу, и узнаем, что такое лоуэт-насилайф. И начнем с теории. Собственно, многие теории сегодня не исключение, начинаются с терминов, и вот они. Формат, контейнер, кодек. В русскоязычном комьюнити устоялась следующая формулировка, что формат — это уникальная пара контейнера и кодека. Контейнер же — это, я думаю, многим из вас знакомы, когда мы просто скачиваем видео с сети интернета, мы получаем некий файлик. Это как раз контейнеры есть. Например, популярные П4, МОВ, ПВА, МКВ и так далее. По сути, своей контейнер — это коробка, контейнер, извиняюсь, масло-масляная, которая содержит в себе разметку данных, которые внутри лежат. Видеопотоки, аудиопотоки, субтитры. То есть только разметка. Кодеки же — это такие алгоритмы преобразования данных в бинарный вид. Видеокамера снимает, в общем-то, в аналоговом формате, а мы на компьютерах, на мобильных девайсах все в нолики-единички должны превратить, чтобы хранить и передавать по сети. И вот как раз кодек — это тот алгоритм, который преобразует картинку из аналогового формата в нолики-единички. Кодеков много. Самый популярный и распространенный на сегодняшний день H264 или по-другому аудио-видео кодекс, сокращенный EVC, более современный H265, еще более современный AV1 и так далее. Их масса. Почему же их много? Это алгоритм, и, как и другие алгоритмы, они их можно улучшать и оптимизировать. Собственно, научное сообщество не древляет, и эти алгоритмы улучшают. У нас появляются все новые и новые вычислительные возможности. Процессоры становятся дешевле, память становится дешевле. И ученый свет на это реагирует и выпускает все новые и новые алгоритмы. Здесь я привожу на слайде сравнение нескольких кодеков. Слева направо это количество байт, которое нужно потратить, чтобы закодировать одну секунду видео. А снизу вверх очень условно это качество картинки, которое в итоге получится. Самая верхняя линия это довольно современный кодек AV1, а самая нижняя это самый популярный H264. Так вот, можно заметить, что для любого количества байт, которые мы готовы потратить на секунду такого видео, AV1 будет всегда визуально лучше. У нас получается следующий пайплайн. Видеокамера снимает видео, это дальше кодируется видеопоток, кодируется аудиопоток. Это все складывается по контейнер и передается по сети интернет, ну или складывается на диск. Дальше мы на мобильном девайсе этот контейнер скачиваем, распаковываем, декодируем видео, декодируем аудио. Соответственно, первое посылаем на экран, второе посылаем на спикер. И вот, собственно, наблюдаем, как движутся картинки, играя звук на девайсе. Этот пайплайн можно сгруппировать следующим образом. Часть кодирования-декодирования в язычной терминологии encoding-decoding, а часть распаковки-запаковки max-de-max. Также можно сгруппировать следующим образом. Кодирование-декодирование это трудоемкий ресурсоемкий процесс, и поэтому его зачастую стараются исполнять на хардварном уровне. Упаковка-распаковка это всего лишь перекладывание байтиков, изменение их порядка, ничего сложного в этом нету. Поэтому эту часть позволяют себе на софтварном уровне реализовывать. Также со стороны девайсов, со стороны показывания видео, соответственно, есть декодеры. Те, которые из нулей-единиц превращают картинку в картинку, я звук, собственно, звук. Их можно разделить на те самые хардварные и софтварные. Хартварные, по сути своей, это части микропроцессора, либо отдельные модули на материнской плате, которые умеют заниматься только одним делом, собственно, декодировать аудио-видеопотоки. Они за счет того, что специализированы, узко специализированы, значительно более эффективны с точки зрения CPU, с точки зрения батарейки, с точки зрения вычислиленности мощности на 1 ватт энергии. Но за счет того, что это прям физически присутствующие элементы на девайсе, их тяжело обновлять. Собственно, их обновление происходит только за счет того, что выпускаются новые девайсы, пользователи их покупают, и вот так можно поправить какой-то баг или улучшить, так может появиться новый декодер на девайсе. И из-за того, опять же, что они физически присутствуют, их количество ограничено прям конкретным числом. Это число варьируется от девайса к девайсу, от вендора к вендору, от декодера, который мы сейчас рассматриваем. Бывают случаи, когда декодер бывает один. То есть мы два одновременно видео в каком-то формате с декодировать уже не сможем. Популярных же декодеров на современных девайсах, можно сказать, много. 16, 32, вот такие порядки. Однако из-за того, что они физически присутствуют, они не виртуальные. Все приложения на нашем девайсе используют именно их. Ну и не все разработчики думают о других разработчиков. Декодеры захватывают, не отпускают, и ты собираешься захватить новые, а его уже нет. Просто их количество, и они закончились, так, количество ограничено. С другой стороны, софтварные – это обычный код предкладного уровня, легко обновлять, заметили баг, поправили, выпить себе новую версию, и все хорошо. Но это жуткая энергия, неэффективно, будет греться телефон, будет быстро просаживаться батарейка. Мы в Яндексе стремимся всегда использовать фартварные декоды. И, собственно, этого достаточно для того, чтобы скачать какой-то большой файл по сети интернету, на девайс, и, собственно, производить видео. Все будет работать. А что, если нам захочется несколько видеопотоков? Зачем? Это будет выглядеть, ну, примерно следующим образом в контейнере. Такое можно захотеть, если... Вспомнить вот о чем. Мы все-таки про мобильный мир. Люди перемещаются от вышки к вышке, используют вообще мобильную связь. Она непостоянная, нестабильная. И в начальной сессии мы можем хотеть показывать видео высокого качества, чтобы не было зависаний. Но потом интернет просядет, и нужно будет качество сменить на более низкое. Контейнеры такого не позволяют. То есть вот так вот в контейнер видео положить нельзя. Они по дизайну могут хранить только один вариант видео. Итого, видео одним файлом они не идеальны. Да, есть сценарий, например, мы скачиваем фильм куда-нибудь перед поездкой на дачу, перед велелетом. Скачали и потом спокойно смотрим. Есть различные современные технологии, которые позволяют скачать частично и уже начать воспроизведение. Например, фрагменты, например, 4. Нельзя менять качество в процессе просмотра. Пожалуй, это наибольший минус файлов, видео одним файлом. Ну и нельзя организовать слайд-трансляции. Просто по дизайну это невозможно. Посмотрев на эти минусы, поняв о мобильности мира и необходимости слайд-трансляции, человечество, собственно, изобрело стриминговые протоколы. Они по своей архитектуре, по изначальной идее заточены на то, чтобы предоставить возможность бесшовым переключениям между качествами, начинать воспроизведение до того, как телеком-видео скачаются, и воспроизведение динамической длины, то есть лайк-трансляции. Именно об этих стриминговых протоколах упоминает Apple, собственно, о своих требованиях к приложению. В своем случае. Стриминговые протоколы схематично можно представить себе следующим образом. У нас есть исходное видео в каком-то картинере, тут будет MP4. Мы его делим на сегменты. Сегменты равны длины около нескольких секунд. Один сегмент — это несколько секунд. Дальше мы кодируем эти сегменты в разные качества. Получается, что у нас для каждого сегмента есть своя копия, но в необходимом нам другом качестве. Собственно, за счет этого, за счет того, что мы режем по сегментам, мы в границах этих сегментов имеем возможность переключаться бесшовно для пользователя. То есть он не заметит никаких лагов, сдвигав по кадрам, просто изменится качество и все, ровно на границах. И выглядит это будет следующим образом. Мы плеера в процессе воспроизведения скачиваем следующие и следующие сегменты и всегда решаем задачу. А в каком качестве скачать следующий сегмент, чтобы его показать? Популярными реализацией стриминговых протоколов несколько. Собственно, MSS от Microsoft, HLS от Apple и Backdash от консорциумной компании, в том числе туда входит и Google. Microsoft, ну, стриминга, пожалуй, уже теперь какие-то технологии. Ее придумали как-то давным-давно для того, чтобы транслировать Олимпиаду. Ну, больше уже так в продакшене большом не используются. Да, вот HLS и Dash, собственно, популярные и используемые технологии. Рассмотрим именно их. HLS представляет собой такую некую матрешку. И на первый взгляд эта схема может казаться монструозной, но через буквально пару минут обо всем разберемся, и она будет довольно понятна. Собственно, HLS для начала начинается с мастер-плывиста. По сути, это текстовый файл, у него есть специальное расширение M3.8, ну, внутренность — это обычный текст, который содержит в себе блоки. Вот рассмотрим один из таких блоков. Собственно, этот блок описывает конкретное качество видео, описывает, указано в мета-информации его расширение, разрешение, точнее, извиняюсь, и ссылку на медиа-плэйлист. Собственно, в медиа-плэйлисте будут ссылки на необходимые нам сегменты. Мы скачиваем медиа-плэйлист. Медиа-плэйлист — это опять текстовый файл, также с расширением M3.8, и также разбитый на блоки. Каждый такой блок — это конкретный сегмент, тот сегмент, который мы видели, собственно, на картинках чуть ранее. Его в мета-информации передается его длина, тут 4000 миллисекунд, и, собственно, ссылка, откуда его скачать. Вот так и получается у нас такая древолидная система в виде матрешки, друг к другу все вкладывается, у нас сочетается мастер-плэйлист, он ссылается на несколько вариантов медиа-плэйлистов, которые раскрывают себе конкретное качество видео. И дальше эти медиа-плэйлисты расскажут, откуда скачать необходимый нам видеосегмент. В Dash пошли несколько иначе, еще более, по-моему, гонструозная штука на первый взгляд. Тем не менее, это преимущество Dash в том, что они пошли по пути того, что все описание помещается в один файл. И этот файл тоже имеет такую иерархическую структуру, и эта иерархия за счет формата XML. Чуть рассмотрим, из каких блоков будем постепенно проваливаться и все узнаем. Адаптейшн сеты. Адаптейшн сеты — это такой блок, который описывает разные качества одного типа контента. Разные качества видео на данном случае. Дальше в него вложены репрезентейшны. Репрезентейшны описывают конкретное уже качество видео. Там также в мета-информации есть информация о размере видоса, в смысле его высоты и ширины. И дальше возникает такая фишечка Dash, за счет которого он значительно более оптимальный, чем началось. Это описание ссылок, откуда же скачивать сегменты. И это описание раскрывается в сегмент-темплейте. Сегмент-темплейт — это такая структурка, которая не указывает ссылку для каждого сегмента, но дает удочку, дает, скажем, описание, как же их получать за счет шаблонизирования. В сегмент-темплейте есть шаблон Media, в нем скрывается маска — это Representation ID. Representation ID мы знаем просто в тот репрезентейшн, в который вложен сегмент. И дальше нужно указать намбер как номер сегмента, который нас интересует. Вот и все. Порядковый его номер. За счет этого, например, чтобы скачать второй сегмент, нужно перейти по ссылке V3 — это ID-шнка-репрезентейшн, и дальше фрагмент — минус 2, минус V3. И все, мы скачаем необходимый нам видеосегмент. Итого, HLS — это множество файлов, Dash — это один файл, и HLS описание тем больше, тем больше видеосегментов, потому что каждый видеосегмент описывается в нем отдельным блоком. А в фильме, например, в Кинопоиске, у нас длительная 2 часа, мы имеем сегменты длиной примерно 4 секунды, и того получается тысячи сегментов. Соответственно, HLS файлы довольно громоздкие, там имеются тысячи блоков, хоть они и текстовые, но тем не менее. Like-крансляция, то бишь видео, которые постоянно растут. Это представляется в следующем образом. Опять же, мы исходное видео, как и прежде, делим на сегменты. Это исходное видео растет постепенно, и добавляются все новые и новые видеосегменты. Все очень просто за счет, собственно, бенеальности построения стриминговых протоколов. В HLS, соответственно, будут добавляться просто те самые новые блоки вновь появившихся доступных сегментов. А в DSH функционально ничего изменяться не будет, размер файла, описание расти не будет, поменяются, просто нет информации, сколько вообще сегментов доступно для этого видоса. Вот, в общем-то, и так. С теорией мы закругляемся. Узнали, что такое форматы, контейнеры, кодеки, как они между собой связаны, о том, для чего существуют разные кодеки, чем отличаются видео одним файлом от видео в стриминговых протоколах, и узнали, как устроены прямые трансляции. Будем двигаться в сторону практики. Собственно, она. И начнем с того, какие вообще форматы из коробки наши девайсы поддерживают. И здесь я привожу для Android и для iOS, а просто для общего развития зачастую многие задачи мы совместно с нашими коллегами с ближайшей платформой мобильной решаем. Общие кодеки, это самое популярное, я уже о нем говорил, это H244. Поддерживается на, можно сказать, всех девайсах. Если есть вопрос, и нужно быстро ответить, в каком кодеке мне записать видео, чтобы нормально воспроизводилось более-менее на всех девайсах, ну, вот H244. И он поддержан аппаратно, то есть хардварно на всех девайсах. H265 более современный кодек, поддержан не всюду. На iPhone'ах начиная я с 7-го, а на Android'е начиная с 5-го. Но начиная с 5-го в операционной системе появилась лишь константа текстовая, вот HEFK или H265, знайте, он есть. Но это не дает никаких гарантий, что, конечно же, этот кодек имеется на этом девайсе и хардварном. Просто обновить операционную систему, как вы понимаете, недостаточно. Софтварные можно добавить, а вот хардварных не появится. Контейнеры общепринятые, известные MOV и MP4, собственно, поддержанные на обоих платформах. На iOS'е у нас специальный контейнер DS разработки Apple'а и, собственно, стриминговый протокол. Ну, удивительно, Apple разрабатывает этот стриминговый протокол и везде поддерживает у себя эти коробки во всех клейерах. На Android'е же, там, где у нас на слайдике очепятка Dash, это на самом деле не Dash, не видится там слово Dash, видится там слово Android. Так в Android'е у нас чего? Кодеки WP8, WP9, WP1. Это разработка Google'а, собственно. Контейнеры WBM — это разработка Google'а. и МКВ — это консорциум компаний. Стриминговые форматы из коробки в Android'е не поддерживаются. То есть плеером, медиаплеер в Android'е не поддерживают. Однако есть и за плеер, де-факто индустриальный стандарт. Он поддерживает, по-моему, все, что можно представить, и чуть-чуть еще парышковых форматов. Ну и, конечно, стриминговые протоколы, и все, и MSS, хоть и устаревший, и Dash, и ЧЛС — все поддержано в Дэше. В Дэре. И, собственно, тут направимся в сторону кастомизации и вообще направлений, какие есть, чего покастомизировать можно в плеерах. И самое банальное и простое — UI. Это, скорее всего, ты из приложения Кинопоиска. И UI, который поставляется из коробки и за плеером, вам не понравится. Очевидно, будет не соответствовать продукту, и он должен будет кастомизировать. Тут ребята из Кинопоиска кастомизируют его следующим образом. На мой взгляд, получается симпатичным, довольно информативно. Вот тремя точками они скрывают специальные дополнительные настройки. Можно изменять качество, скорость произведения. Качество дают выбирать в режиме авто, то есть плеер сам будет подстраиваться, какое качество показывать, либо выбрать какое-то конкретное руками. А на что же еще можем повлиять с настройками? Ну вот на шакалов можем повлиять, на качество, которое распроизводит видеоплеер. Можем повлиять на количество буферизации, на скорость, на их качество, то есть как часто они происходят. Ну и в эту же степь можем повлиять на скорость запуска воспроизведения. Потому что в самом начале буферизация или вот такой лаг воспроизведения это просто частный случай такого же лага, таких же тормозов где-то в середине. Можем повлиять на потребление ресурсов. Причем потребление ресурсов в широком смысле слова, не только конкретно у нас на девайсе, но и во всей инфраструктуре, которая в вашем проекте будет обеспечивать воспроизведение видео. То есть трафик, например. Мы привыкли, как пользователи, что трафик для нас в последнее время стал крайне дешевым. У многих есть безлимитные тарифы, мы можем дома зачастую, есть Wi-Fi, можно подрубиться и бесконечно эти видосы смотреть, ничего дополнительного не платят. С точки зрения растающих сетей, с точки зрения собственно, контринфраструктуры, которая это видео на пользователи доставляет, каждый байт стоит каких-то денег. там нету безлимитов. Поэтому это существенные деньги, их можно попробовать поэкономить. Батарейка телефона. Мы собственно можем выбирать, уменьшать качество для воспроизведения, тем самым уменьшать нагрузку на процессор, на декодеры. Чем ниже качество, тем легче декодировать. И также здесь я отмечаю нюанс, направление сервера транскодировали. Помнишься в начале картинку, что у нас есть исходное видео, мы делим его на сегменты и потом каждый сегмент кодируем в специальной качестве. Это не дешево. С точки зрения ресурсов, с точки зрения CPU. Если нужно еще закодировать в несколько разных форматов, это все умножается. Умножается на ту библиотеку видео, которая доступна в вашем приложении и может быть довольно дорогим. Проблемка в том, что все и сразу оно не достижимо. И такой получается у нас треугольник, треугольник. Мы хотим с одной стороны быстрый запуск видео, мы хотим, чтобы оно играло в высоком качестве и хотим, чтобы оно никогда не лагало, не зависало, не попадало в аферизацию. Из этого мы не можем выбрать все три варианта, нужно будет выбирать каких-то два. Плюс еще может бизнес прийти и сказать, у нас есть какие-то дополнительные специальные требования и хотим, чтобы трафик, который мы расходом, был минимальным. Собственно, такой выбор, какие же два пункта выбрать из этого треугольника, его можно делать исходя из сценария, в котором видео производится на девайсе. Соответственно, по видеоленте мы хотим, чтобы были минимальное количество буферизации, быстрый запуск видео. Видеоленты, ну, такой формат, когда мы от одного видоса быстро переключаемся к другому, качество там не так важно, а вот скорость запуска пожел. Из другой стороны, оппозитный сценарий, это фильмы, в которых нам также хочется отсутствия буферизации, но в угоду быстрого запуска нам важнее качество видео. Ну, я, может быть, экстраполирую, конечно, свой сценарий, но он подтвержден нашей аналитикой в разных сервисах, и он прям такой, пользователь десятки минут выбирает фильм-сериал, который нужно посмотреть, и ничего страшного, если ему типа окей, подождать пять секунд до запуска воспроизведения. Он до этого 20 минут пытался понять, чего вообще хочется смотреть. Говорю про буферизации, как это выглядит, что это такое. Вообще, они случаются, когда возникает ситуация, что мы не скачали необходимых данных, чтобы видео воспроизводить. Обычно в интерфейсе это разработчики как-то специально можно подсвечивать на таймлайне, другим цветом, например, по умолчанию у экзаплеера длина буфера вперед 50 секунд. И мы это можем регулировать, и у нас тут как бы есть такая развилка, два тоже крайне краевых случая рассмотрим, можем вообще выкрутить и сделать очень маленький буфер вперед. Чем меньше у нас буфер вперед, тем растим вероятность того, что произойдет зависание. Буфер вперед это наша такая страховка как разработчик видеоплеера. чем он больше, тем неспокойнее, что не произойдет каких-то зависаний. С другой стороны, оппозит, краевой другой случай, это гигантский буфер. Но его можно развить настолько, что мы превратимся в те самые файлы видео, одним большим файлом, который мы рассматривали в начале, мы туда тоже попадать не хотим. Повлиять можно с настройками и если хочется поменять стратегию того, какой буфер вперед убирается, нужно смотреть на файли экзаплеера, точнее, интерфейс load control. Есть дефолтная реализация, есть можно передать соли. И два метода в нем довольно простых. Это первый шут консиню лодинг, булевый он возвращает true или false и рассказывает внутренне сниплеера, а мне нужно еще вперед буфер скачивать или уже достаточно. И второй метод это шут старт плейбэк очень похожий на первый, но касается только старта воспроизведения. Который спрашивает, а достаточно ли мне буфера, чтобы начать воспроизведение? Как лучше? Собственно, банальные базовые реализации, которые есть в заплеере, делают следующее. В первом случае, когда она спрашивает, нужно продолжать воспроизведение, что делать? Нам параметр передается буфер duration US, это количество буфера, уже имеющихся в микросекундах, и мы сравниваем с каким-то тагетом. Пока текущий буфер не достиг нашей цели, мы, собственно, говорим, что надо продолжать качать. Ну и похожая история про запуск воспроизведения. Стратегии буферизации могут быть разнообразные, тут полет фантазии не ограничен, за счет того, что Redoplayer опенсорсный и вообще позволяет себя довольно мощно модифицирует. Это может зависеть от сценария, опять тоже, видеолента, это сценарий воспроизведения видеофильмов и так далее. Он может быть динамичным, то есть мы рассмотрели такой базовый случай, что вот он константа, и мы в эту константу целимся. Но это не обязательно так. Например, он может зависеть от глубины смотрения, то есть тем больше пользователь смотрит, тем больше мы ему доверяем, что он этот контент осмотрит, ну и мы, это может зависеть от типа сети, от роуминга и так далее. Если темка интересная, можно по QR-коду ознакомиться поподробнее. Вначале мы так посмотрели на эту картинку выбора качества, и там было какой-то бэбзух. Ну, плеер умный, что-то выбирает как-то, наверное, правильно выбирает. На деле это собственно все более прозаично. Это конкретный код, конкретный в недрах плеера, и его обсуждать в комьюнити принято под обзорами Аплэр, это шпорт как адаптивный битрейн. Собственно, что плеер делает? Плеер измеряет пропускную способность сети сперва, и потом выбирает наилучшее качество, которое подходит к этой пропускной способности сети. Конечно, здесь тоже возможны ограничения, которые не учтены в дефолтных реализациях адеплеера. Например, заряд. Мы можем ориентироваться на заряд батареи, если уже телефон пришел в экономичный режим. Наверное, не стоит показывать 8К видосов, даже тяжело декодировать, приводит к повышенному потреблению батареи. Под специфику девайсов, но опять же, на небольших экранах нет смысла показывать очень качественное видео. Или зоны дорогого трафика. Пользователем в роуминге, мы ему, конечно, от всей души хотим показать высоченное качество видео, но и оно с точки зрения трафика, это закончились и нужно тут какой-то правильный компромисс с пользователями найти, если интересно, то можно продолжить это изучать. По сути, разделяю два таких две истории, это фиксированный и адаптивный. Выбор качества. Экземплеер по умолчанию запускается в адаптивном. И все, он по умолчанию запускается в адаптивном, а дальше мы с этим можем как-то играться из адаптивного переходить в фиксированный и так далее. Адаптивный это то, что в интерфейсе обычно отображается как авто, а фиксированный это конкретно хотим 1080p и хотим 820p и так далее. Куда стоит смотреть для того, чтобы с этим поиграть. У интерфейса плеера, по сути, базовый интерфейс, который наружу торчит у экзоплеера, с которым имеет возможность взаимодействовать в процессе воспроизведения, у него есть два метода. Собственно, get track selection параметры и такой же setter track selection параметры. И здесь применяется такая история, что мы что делаем? Мы в верхнюю делаем set новых track selection параметров, а берем их из getter. Берем из getter, что-то в них меняем и отправляем обратно в setter в плеер. Здесь конкретно мы меняем, выбирая для выбора что-то делаем для того, чтобы выбрать фиксированное качество. для этого имеется метод оверрайдов, не метод, а возможность оверрайдов. И здесь мы оверрайдим конкретным трек-индексом. Вообще выбор треков фиксированных в экзаплеере реализован не очевидно и непросто. Здесь откуда-то появились видеотрек-группы и вообще какой-то трек-индекс, откуда его взять. но в этом докладе рассказывать не буду. Довольно есть подробная документация и направлюсь скорее на нее. И переход в адаптивный режим. То же самое мы делаем сет каких-то новых настроек, немножко по-аверрайдингу. здесь собственно мы что делаем мы просто убираем все убираем тогда флеер переходит в свое поведение по умолчанию и собственно по умолчанию он играет адаптивным качеством. И собственно ссылка на то где почитать про подробнее про выбор треков. Light Latency такую картинку мы тоже видели на ней что происходит где камера снимает кодирует успаковывается отправляется в интернет потом распаковывается декодирует с показанным экраном. Вот та иконка глобуса с полосками которые я пытался изобразить собственно интернет в ней не все так просто нужно в этой сети интернет данные собственно доставить а это все время опять же нужно кодировать декодировать успаковывать успаковывать это тоже все время а тут собственно возникает задержка в трансляциях то есть время от того как картер залетает в объектив камеры оператора до того как появится на дисплее девайс на стадионе на экране стадиона такая задержка примерно одна секунда то есть даже на стадионе в месте где события происходят вот вот здесь уже имеется задержка одна секунда кабельное телевидение дает задержку пять секунд наши собственно плеера и за плеер в частности из коробки стримингом протокол началась может гарантировать задержку в 60 секунд вот конечно мы абсолютно проигрываем соревнования смотрим какое-то большое мероприятие сосед по комнате соседская квартира тоже смотрит то же самое спортивное мероприятие но через кабельное телевидение они уже радуются или выражают какую-то эмоцию а ты еще не понимаешь потому что по сути на 55 секунд отстаешь от их прямого эфира такое не годится конечно и мы соревнуемся и стараемся догнать здесь уровень задержки который возникает в кабельном телевидении собственно у нас это получается для этого нужно модифицировать буквально все благо экзоплеер это позволяет нужно будет практически его разобрать по частям и потом собрать но уже с модифицированными с кончистями нужно будет изменения на бакэнде со стороны заплэера нужно будет потрогать индифицировать лоуд контрол то есть часть которая отвечает за стратегию буферизации нужно будет потрогать трек-селекшн стратегия выбора качества потому что в обычном воспроизведении у нас есть тот самый длинный буфер 50 секунд по умолчанию это наша такая страховка для того для той возможности ошибиться в выборе качества выбор слишком высокая которая будет не соответствовать пропускной способности сети но за счет того что у нас есть длинный буфер вперед у нас есть много шансов исправиться и скачать более низкое в лоуэтенсе трансляциях у нас всего задержка мы целимся задержку 5 секунд из них какое-то время это закачка видосов на наши сервера какое-то время их трансказирование какое-то время распределения по сети CDM какое-то время скачивания у нас буфера остается несколько секунд права на ошибку нет и для этого нужно серьезно квалифицировать трек-селекшн и также дата-сорс дата-сорс это такая абстракция в экзаплеере которая поставляет собственно байтики откуда-то и в обычной жизни плеера когда он скачает из интернет есть реализация дата-сорса через OKHTCP тоже популярная собственно библиотека для организации сетевого слоя в приложениях вот но она работает довольно банально и что делать просто скачивает сети и собственно куда-то дальше передает это опять же за счет того что у нас мы целимся в очень низкую задержку нам нужно будет проворачивать следующие нам нужно будет целиком не скачав сегмент видеосегмент уже отдавать его внутри себя на декодирование на распаковку и так далее все это таким кодером в общем нужно будет помодифицировать и по QR-коду докладик о том что теоретически нужно поменять в абстрактном плеере и бэкэнде для того чтобы собственно такую задержку достичь что ж сегодня мы поговорили и узнали о чем о том что есть такая устоявшаяся формула что форматом в индустрии называют уникальную пару контейнера и кодека контейнер это всем знакомая известная история типа mp4 и так далее кодеков бывает масса что такое стриминговые форматы поговорили и познакомились с двумя популярными HLS и Dishon узнали как устроена лайфтрансляция собственно в андроиде у нас есть прекрасный деплеер который может все и который может все довольно на высоком уровне но если хочется есть возможность то можно все это продолжать можно подготовить специальный UI можно адаптировать плеер какие-то особенности поведения те же самые ленты коротких видосов или сценарий из произведения фильмов можно заняться такими глобальными структурными затеями типа трансляции с низкой задержкой либо экономии трафика экономии ресурсов что ж спасибо за внимание на последнем слайде несколько QR-кодов посерединке наш телеграм-канал страдания юного видеоинженера мы командой выкладываем туда различные новости которые в индустрии происходят ну и условно наши страдания вокруг этого и получается справа от вас это ссылка с ссылками всякие оклады которые были до этого есть собственно за ним всем спасибо у меня вопрос используйте ли вы на поиске именно для разных форматов видео разные настройки экзоплеера сколько я помню какого плеера в кинопоиске как он называется на андреоде плей экзоплеер там ты говоришь что нужно сделать меньше задержки для лайв-видео для больших фильмов в кинопоиске насколько я помню есть и трансляция каналов есть и короткие видосы такие-то сериалы огромные фильмы в 4К как-то регулируете настройки именно в зависимости от конкретного видеоформата видеосценария использования конечно для прямых трансляций совсем другие прямых трансляция с było надежки совсем другой player с другими настройками я трансляции низкими задержками отдельные настройки плеера для трейлеров небольших видосиков и 4 для длинных фильмов сериал То есть все это настраивается внутреннего приложения, в принципе, не нужно отдельно это все? Нет, надо настраивать все внутреннего приложения. То есть мы делаем SDK, как инфраструктурная команда. В общем-то, ребятам рассказываем, как плейерам пользоваться, какие есть настройки. Какие-то настройки распознаем сами. Например, видим, что это live-трансляция. С нашим бэкендом мы связываемся и понимаем, какую целевую задержку мы целимся. И за счет этого мы можем подкрутить настройки. Либо, собственно, конечно, коллаборируемся с командами, куда плейер поставляем. Расскажите нам, какой у вас сценарий, чтобы плейер работал выше. Спасибо. Привет, меня зовут Владислав. В прошлом году я занимался видеосценарием видеоклипа, делал для кинопоиска на Android TV. Хотел поблагодарить команду видеоплеера, вы большие молодцы. Но, собственно, мой вопрос. У гуглового экзаплеера зайти на гитхаб можно увидеть 706 открытых issues и 33 девайс-специфик. Первый вопрос, сколько открыт у вас issues? И второе, исправляете ли вы проблемы экзаплеера раньше, чем он их сам исправит? Да, экзаплеер очень популярна в библиотеке, собственно, и поэтому у нее огромное количество открытых issues и девайс-специфик. Что у нас в этом месте есть? Фрагментация, гидрация. Есть, ну, тут у нас фрагментация не специальных размеров экрана и так далее, это у нас простой сценарий. Фрагментация вида того, что есть интересные вендоры, особенно малобюджетные вендоры, которые интерпретируют медиакодек API, которые должны реализовать, абсолютно по-своему. То есть документация говорит следующее, что у нас есть API для работы с медиакодеками, мы поэтому, согласно этого API и The Player работает, и мы работаем, мы вызываем какой-то порядок методов, но видео не воспроизводится. Потом ты, что возникает? Ты начинаешь перебирать этот порядок методов, и вот находишь, а как же умы наших коллег из Поднебесной, собственно, догадались сделать именно так. Да, есть такая штука, и что много, они девайс-специфичны. Их довольно сложно исправлять, потому что это не задокументировано, то есть по документации все должно работать. Вот именно так оно не работает. Никто, конечно, из вендоров не рассказывает, о том, что они в это хотели уложить. И так выходит методом подбора научного тыка это выяснять. Что касается, и вторая часть вопроса была связана... Вторая была связана с тем, что отправите ли вы эти ежесы раньше, то есть можно ли сказать, что ваш плеер все-таки более надежный, чем экзоплеер? Да, делаем, чтобы не быть голословным, есть такая технология для тэш-формата стримингового, как называется, мультибейзурлы. У нас распространенная сеть CDN-ов, и плеера в своей работе подключаются к какому-то конкретному из них и начинают видео с него качать. Но сеть CDN-ов, она меняется, может машина конкретно перезагрузится, и пользователь должен незаметно для, собственно, воспроизведения, качественного изображения видео переключиться. Плеер должен переключиться на другой CDN и выкачивать видео с ним. Вот мы такое делали, по-моему, на пару лет раньше, чем доехал в результате. Спасибо. Привет, Петр, хотел бы задать вопрос по поводу того, что у нас появляется кодный мультиплат, вернее, у нас уже есть, и есть у нас компоуз мультиплат, который тоже уже, ну, даже где-то предложение про это мультиплатформенное, и есть нативный iOS и плеер, и нативное решение на iOS. Какие-то мультиплатформенные решения появляются, и если нет, то что делать, потому что требования при этом могут возникнуть. Про компоуз не могу ничего сказать, нужно отдельно смотреть, изучать. Про КМП. КМП мы у себя в плеерах используем, используем в каких частях. Мы, как и рассказывал, в плеере довольно много алгоритмов. Алгоритмы выбора качества, алгоритмы выбора целевого буфера вперед и так далее. По сути, это платформа, независимый алгоритм. Поэтому мы стараемся и целимся такое выносить в кроссплатформенную историю, собственно, написать этот алгоритм один раз и дальше использовать в Android, iOS и веб. Вот. У нас цель и такая требование использовать это именно на iOS, в Android и веб, и КМП с этим справляется. Конечно, есть свои нюансы, потому что на iOS и на веб он дачит за собой рантайм, но на вебе он премиум объем, и это исчисляется в килобайтах, на iOS и он тоже приемлемый, и исчисляется в килобайтах. Всем пока. Мне кажется, подключали два противоположных творящих стрибований. Бизнес экономит трафик и вроде как кинопоиска используют хатварные кодирования. Ну, скорее всего, софтварные, наверняка, на тиркодах. Давай так. На экономию трафика не влияет ты используешь хатварные или софтварные декодеры. Почему? Потому что трафик — это что? Это количество скачанных байтиков по сети. Ты их скачал на девайс, они чем-то закодированы, а дальше ты к ним применяешь хатварные или софтварные декодеры. По сути, алгоритм, тебе нет большой разницы с точки зрения, вообще, точнее, никакой разницы с точки зрения трафика. Ты декодируешь на девайсе хатварные или софтварные? Ну, это дело, что современные алгоритмы, они некто чипов обрадованы. Ага, вот, да, в этом вопрос, супер. Действительно так, хатварных чипов с современных декодеров нет, и тут встает такой консенсус. Либо мы используем ультрасовременные декодеры, например, AV1, но тогда нам придется, во-первых, транскодировать в DOS, это AV1, а это довольно, типа это, плюс одно транскодирование. То есть мы точно должны будем транскодировать в AVC, потому что не все девайсы, даже софтварные, имеют AV1 и так далее. С другой стороны, нам нужно будет на девайсе использовать те самые софтварные декодеры. В этом консенсусе у нас побеждает пока то, что мы в данном сценарии остаемся на AVC, то есть на H24, но используем хатварные декодеры. Софтварные AV1, это прям очень должен быть мощный девайс, чтобы пользователям это было незаметным, чтобы на нем не стало возможно жарить все рейтинсы. Грейт просто жесть. Даже самые современные декодеры, они становятся эффективнее с точки зрения количества байт, которые требуются на одну секунду в видео, но тем же самым у них растет сложность алгоритмов. То есть сложность с кодированием, сложность с кодированием. Еще, может быть, короткое вопрос, а шифрование это стандартный алгоритм или это какие-то ваши собственные? Тоже меткий вопрос, шифрование. Да, видосы зачастую шифруются. Это требование права обладателей. На кинопоиске, собственно, показываете лицензионный контент. И его показывать нужно обязательно в шифрованном режиме, то есть использовать систему ДРМ. Digital Right Managing. Мы ее используем. Это большущая отдельная тема. Можем о ней отдельно после докладки говорить. Спасибо. 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 Спасибо.